Всем привет! Меня зовут Елена, я из Киева, и сегодня я хотела с вами поделиться очень важной информацией. Я ее практически где-нибудь встречала. Дело в том, что у нас сейчас есть карантин, практически ничего не работает, ни магазина, ничего, только аптеки продуктовые, в которых ничего нет. Ну так вот, вчера наш министр здравоохранения выдал новость о том, что мы должны заказывать продукты онлайн. Ну, то, что это практически нереально, это другой вопрос, но он сказал, что это безопасно. Ну так вот, вирус хранистан на поверхности 5 дней, а бывает и 9. Все китайцы, которые получают продукты, они их моют с мылом, дезинфицируют упаковки и только после этого ложат в холодильники. Если вы заказываете продукты онлайн, это небезопасно. Если у вас эпидемия, ну если, конечно, нет, эпидемия заказываете и не делаете этого. Но если у вас эпидемия есть заболевшая, то продукты нужно хорошо перемыть, хотя бы с мылом. Это помогает. И только после этого ложить в холодильники. Упаковки лучше сразу выбрасывать, предложить в свою тару. Если покупаете батон, например, хлеб, нужно тоже его покупать не просто в кулечке, в которой выложат люди, а вот именно в заводской упаковке. Все упаковки нужно мыть, дезинфицировать. Фрукты нужно мыть, шкурку лучше всего срезать, обдавать кипятком. И только после этого продукты можно есть и ложить в холодильник. Все это нужно делать в перчатках, желательно в маске, еще и в очках. Ну так, для полной безопасности. Но суть не в этом. Если у вас нет эпидемии, конечно, на это обращать внимание не нужно. Но если новость есть, то лучше все это делать. Просто, чтобы подстраховаться. Повторюсь. А коронавирус живет на поверхностях 5 дней, а иногда и больше. Если кто-то чихнет, кашлянет на ваши продукты, то, естественно, они будут переносчиками инфекции. Ну и говорит то, что у нас все здоровые, смешно. А то, что у нас контроль за сотрудниками. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok